Что такое гельминтозы? Это заболевания, которые вызываются паразитами. Они могут успешно жить и размножаться в самых разных органах человеческого тела. Очищение по методике российского медика Ивана Павловича Неумывакина – это хороший и простой способ уничтожения различных паразитов. В чем суть такой методики? Паразиты предпочитают кислые среды для своего длительного и комфортного обитания. В то же время человеку характерна щелочная среда в нормальном состоянии. Поэтому рядом действий мы можем откорректировать уровень кислотности в организме. Все это приведет к гибели паразитов и выведению всех продуктов их размножения. В дальнейшем рекомендуется придерживаться разумных правил гигиены, чтобы не допустить повторного заражения паразитами. Что необходимо предпринять для уничтожения паразитов содой и как правильно проводить курсовое лечение? Начинать необходимо с небольшого количества соды. Объема на кончике чайной ложки будет достаточно. После этого соду нужно залить небольшим количеством кипящей воды и затем тщательно перемешать до полного растворения. На этом этапе произойдет разложение бикарбоната натрия на более простые элементы. Они будут действовать активнее и легче усвоиться в организме. Сразу после растворения соды и окончания реакции добавьте половину стакана прохладной кипяченой воды и все перемешайте ложкой. Теплый раствор необходимо пить 3 раза в день за 30 минут до приема пищи или через 2 часа после еды. В первые 3 дня лечения соду принимать необходимо в тех же минимальных количествах. Затем каждые 3 дня рекомендуется увеличивать объем соды. Сначала принимая 1 треть ложки. Через 3 дня – 2 трети ложки соды. И еще через 3 дня – 1 полную чайную ложку с горкой. Каким должен быть курс лечения? Общая продолжительность может быть от 1 до 4 недель. В дальнейшем допускается принимать такой раствор даже постоянно 1 раз в неделю на голодный желудок. Как повысить эффективность такой методики? Для этого можно делать клизмы с содовым раствором. Они будут усиливать действие приема соды и поспособствуют очищению кишечника. Вам понадобится растворить 1 полную столовую ложку пищевой соды в 2 литрах теплой кипяченой воды. Для проведения процедуры рекомендуем приобрести специальное устройство – кружку эсмарха, которая уже более 150 лет помогает пользоваться такой возможностью очистить кишечник. Когда раствор будет перелит в кружку, вставьте наконечник в прямую кишку и откройте краник. После окончания раствора останьтесь в положении лежа на левом боку до появления позывов к дефекации. Завершив процедуру, избегайте физических нагрузок. Рацион должен состоять из самой легкой пищи. Как часто можно проводить клизмы? В течение первой недели допустимо делать их ежедневно. Во вторую неделю частотой можно снизить до 1 раза в 2 дня. После завершения второй недели курс клизм рекомендуется прекратить. За это время на фоне постоянного приема соды ваш кишечник уже наверняка очистится от паразитов. С лечебными целями следует провести целый ряд мероприятий. Ими станут корректировка привычек питания, очищение кишечника, чистка других органов и заключительный этап – уничтожение паразитов содой. Кому могут быть противопоказаны такие процедуры? Клизмы содой нельзя делать во время беременности, при обезвоживании, грыжах в паху, кишечных кровотечениях и раке прямой кишки. Все другие состояния никак не должны повлиять на результаты лечения. Занимайтесь собой и будьте здоровы! Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу! А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал! При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления! Здоровья вам и долголетия!